здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня записываю для вас обзор рынка с торговыми рекомендациями у нас ситуация немножко прояснилась указывает на то что по по металлам и по евро по другим активам скорее всего будут рост рынок криптовалют тоже затронем там ситуации немножко мне кажется поменялось напомню что у нас сегодня данные по инфляции потребительская в сша прошлые данные 33 ожидают 31 если все-таки у нас выйдут данные по факту как и ожидают это в принципе позволит евро и золото в рост если они окажутся ниже это еще будет более сильные движения конечно будет сюрпризом если инфляция не снизится как ожидается в таком случае мы получим возможное снижение по данным активам это будет коррекция или вообще слом тенденции текущий время покажет поэтому соблюдайте риск менеджмент так как в принципе все идеи которые буду говорить они в одну сторону вверх и поэтому риск менеджмент сейчас самый главный плюс мы знаем что если все-таки данные окажутся хуже ожиданий точнее выше на то это обвалит рынок напомню павел выступал уже два раза перед конгрессом все время он повторяет что ждет более более больше данных до чтобы видеть что инфляция реально снижается поэтому нам нужно сегодня снижение инфляции чтобы рынок все-таки вырос ну давайте перейдем конкретно графиком начнем золото дальше пройдемся по евро и bitcoin тоже затронем и так в принципе другие инструменты они не аналогично коррелируют поэтому их затря но затрагивать не будем итак по золоту что у нас по золоту у нас последние скажем там две недели у нас нарисовался такой локальный тренд я думаю что этот тренд продолжится у нас во первых глобально есть очень крупное накопление по золоту на вот это большое такое и раньше я думал что мы с этого накопления будем выходить наверх очень сильно на 2 500 как минимум дальше мое мнение менялась потому что мы начали задавливать цену вниз но все-таки снова начали откупать и на текущий момент я рассматриваю золото вверх на пробой вот этого уровня 2 2 3 90 да я думаю что возможно мы сегодня этот уровень будем пробивать и двигаться наверх ключевой уровень поддержки у нас 2 350 я думаю что мы будем секущих россии или плюс-минус какая-то небольшая коррекция шпилька будет вот это вот такой основной сценарий если мы вот этот тренд будем ломать где-то в область скажем пробьем вот этот уровень поддержки дальше нужно будет смотреть что это у нас это скажем падение или или очередная какая-то вот глубокая коррекция в рамках вот этого большого крупного накопления вот как было допустим вот если брать 7 июня потом если брать 21 июня да то есть у нас в принципе вот вот это было пятница и вот это было пятница так если бы да здесь пятница у нас принципе сегодня-завтра может быть аналогично повториться поэтому обязательно соблюдать риски потому что ситуация может в любой момент поменяться но я пока рассчитывает пробой этого уровня и рост на на 2 500 возможно там еще выше пойдем время покажет что касается серебра ту принципе у нас ситуация аналогичная как и по золоту у нас есть небольшое накопление вот три дня и из этого накопления у нас ключевой уровень поддержки в районе 30 20 и ну и локально где-то вроде 30 50 пока мы выше этих уровней я за рост в район 32 с половиной и возможно мы скорее всего сегодня будем пробивать 31 55 на вот этот уровень у нас такой достаточно сильный уровень сопротивления поэтому золото-серебро одинаково дальше если пробежаться по рынку нефти там пока ситуация комментировать не буду я в принципе прошлом обзоре глобально освещал данный инструмент дальше по индексу доллара у нас аналогично как евро доллар индекс доллара я думаю что мы будем падать секунду то есть вот у нас есть локальные уровни сопротивления 104 9 все что ниже я смотрю на снижение достаточно сильная в район там 100 100 100 и три с половиной а глобально там уже дальше посмотрим что дальше будет происходить потому что здесь могут там скажем обратно какие-то локальные восходящие восходящие качели тоже нарисовать поэтому пока индекс доллара short если дублировать евро доллар у нас аналогично нарисовался импульс три дня накопления вот вчера я в прошлом своем обзоре во вторник говорил что я еще скажем до конца не понимаю что здесь происходит более глубокая коррекция или или же по факту если нарисуется подтверждение то скорее всего покупки будут вот вчерашние закрытия дня показала что по евро скорее всего будет рост мы будем сегодня скорее всего пробивать 108 40 и двигаться в район 109 и выше здесь достаточно сильная зона сопротивления у нас и уровни горизонтальные сопротивления достаточно мощные и у нас в принципе и глобально вот если смотреть у нас вот эти понижающиеся максимумы которые по евро длятся достаточно долго даже вот берем текущий год то есть у нас 24 год вот один максимум 2 3 да и сейчас четвертый поэтому к чему еще раз повторяюсь риск менеджмент потому что с этой точки если все-таки инфляция выйдет выше до чем ожидает аналитики то по евро мы поломаем вот этот тренд вот как было допустим у нас 10 июня на это пятница то есть это там фарма выходили и поломали и сделали такую глубокую коррекцию поэтому то же самое здесь могут поломать и сделать там более глубокую коррекцию под уровня 106 и ниже на плюс минус вот такие варианты я не исключаю фунт доллар если двух словах мы пробиваем достаточно сильные уровни сопротивления вот мы пробили сегодня июньский максимум до приближаемся к мартов скому максимуму здесь стоп лоссы состоят трейдеров скорее всего их будут выносить если будут аналогично как я уже сказал мощный импульс вниз по инфляции то в таком случае у нас картинка будет меняться это будет как ложный ложный вынос пока на текущий момент у нас пробой рисуется что дальше ну и по рынку криптовалют у меня немножко мнение поменялось потому что вот во вторник я еще на начале недели я был шортистом по биткоину в принципе я не исключаю что у нас дальше может быть short но что здесь интересного нарисовалась у нас был вчера такой ложный вынос уровня сопротивление 58 500 да и не последовало реакции на падение вниз я это рассматриваю что у нас по биткоину скорее всего будет пробой данного уровня да так нет реакции на ложный пробой и движение наверх что это будет за движение локальное или у нас среднесрочное время покажет но пока вот такая картинка по биткоину принципе по эфиру тоже самое смотрите у нас есть уровень сопротивления 300 у нас вчера был ложный пробой но сегодня цену поджимает наверх скорее всего биткоин эфир будут расти все таки все надеются на снижение инфляции возможно это поможет и рынку криптовалют противном случае если сегодня получится движение вниз то там будем дальше пересматривать на ближайшем своем обзоре буду пересматривать данные инструменты подытожим в основном я за ланги по всем инструментам это золото серебро евро фунт биткоин эфир заросла то есть вы свои активы которые вы торгуете вы выбираете если они совпадают с вашей торговой стратегии вы можете их скажем использовать мои рекомендации и так далее всем удачи если будут какие-то уточнения допустим завтра пятницу у нас тоже напомню будут блок статистики ппи до производная инфляция там тоже что-то будет думаю интересное всем пока удачи